Александра просыпается каждую ночь. Через пару часов сна она чувствует какой-то комок в горле, учащенное сердцебиение, головокружение. И у нее возникает страх, что она может умереть. Она вся дрожит, но не может понять, почему не может понять. Наталья, бухгалтер в фирме, работает бухгалтером в фирме, она тоже подвержена приступам панических атак, так же, как и Александра. Эти атаки настигают ее, когда она находится в ограниченном пространстве. Спасается того, что о ней могут подумать другие, если это произойдет. А вот Галина занимает ответственную должность в столичном агентстве недвижимости. Она понимает, что не может продвигаться дальше по карьерной лестнице, если не будет активно участвовать и в совещаниях, и в переговорах, и встречах. На самом деле, ей трудно высидеть там. А вот Михаила настолько выбивает из себя совершенно необъяснимый страх, который он испытывает последние несколько месяцев, что он никому не может признаться в этом. Александра просыпается каждую ночь. Через пару часов сна она чувствует какой-то комок в горле, учащенное сердцебиение, головокружение, и у нее возникает страх, что она может умереть. Она вся дрожит, но не может понять, почему. Не может понять, почему. Поскольку это продолжается уже не одну ночь, ей приходится вставать с постели, и она начинает ходить по гостиной туда-сюда, взад-вперед. Она пытается взять в себя в руки, и в итоге она решает обратиться к врачу, чтобы выяснить, все ли у нее в порядке с сердцем. Кардиолог не нашел никаких проблем с сердцем и направил ее к врачу-психотерапевту. Наталья, бухгалтер в фирме, работает бухгалтером в фирме, она тоже подвержена приступам панических атак, так же, как и Александра. Эти атаки настигают ее, когда она находится в ограниченном пространстве или в обществе. Она не только боится потерять контроль над собой, но и опасается того, что о ней могут подумать другие, если это произойдет. В последнее время она старается не ходить одна в магазины, а если и идет, то только в сопровождении своего друга, своего молодого человека. И если в этот день назначена встреча, то вообще речи не может быть о том, чтобы пойти в ресторан или в кино, или на мероприятие. Буквально силой она заставляет себя пойти на работу. Но уже через несколько минут пребывания в офисе у нее возникает страх. Страх, что она может утратить контроль над собой. Так чувствует, что внезапно она чувствует, что ей нужно быстренько уйти с работы. А вот Галина занимает ответственную должность в столичном агентстве недвижимости. Она понимает, что не может продвигаться дальше по карьерной лестнице, если не будет активно участвовать и в совещаниях, и в переговорах, и встречах. На самом деле ей трудно высидеть там, не говоря уже о том, чтобы высказывать свое мнение. Вчера начальник спросил ее, сможет ли она сделать презентацию сегмента одного крупного проекта, за который она отвечает. Галя очень занервничала и стала бормотать что-то невнятное. На выходе ей удалось выдавить из себя, что завтра постарается дать точный ответ по поводу презентации. А дома ее не покидала одна единственная мысль. Написать заявление об уходе по собственному желанию. А вот Михаила настолько выбивает из себя совершенно необъяснимый страх, который он испытывает последние несколько месяцев, что он никому не может признаться в этом, даже собственной жене. За рулем его очень часто охватывает страх, что он может сбить человека или животное. И хотя видимых причин удара или каких-то иных звуков нет, он все равно поворачивается и едет обратно, чтобы удостовериться в том, что все в порядке, что он никого не сбил и все живы. В последнее время эта паранойя стала настолько сильной, что ему приходится проверять порой 3, 4, иногда 5 раз, чтобы окончательно убедиться в том, что ничего не произошло. Миша яркий человек, он успешный профессионал. И это желание постоянно все проверять крайне унизительно для него. Ему вообще порой кажется, что он медленно, но верно сходит с ума. Итак, Александра, Галина, Наталья и Михаил – все они испытывают тревогу. И все же это не совсем обычная тревога. То, что переживают они, настолько отличаются от нормальной тревоги, которую люди испытывают в обычной жизни. Отличаются. Потому что, во-первых, их тревога вышла из-под контроля. В каждом из случаев, что я рассказал, человек чувствует себя бессильным, неспособным направлять свои действия. Это чувство бессилия, в свою очередь, вызывает еще большую тревогу. Еще большую тревогу. Во-вторых, их тревога мешает нормальному течению их собственной жизни. У Александры проблемы со сном. Наталья и Галина могут потерять работу. А Михаил не в состоянии спокойно находиться за рулем. Понимаете? Эти примеры показывают четыре типа тревожных расстройств. Паническое расстройство, агорафобия, социофобия и ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство. Об этом, в этих расстройствах я сниму другие видео. А сейчас я обозначу нечто общее, свойственное им всем и другим видам тревожных расстройств. Вот они. Слушайте внимательно. В чем же заключается природа тревоги? И что такое тревоги? Мы можем лучше понять природу тревоги, проанализировав, что действительно является тревогой, а что нет. Например, существует несколько способов, позволяющих отличить тревогу от обычного страха. Но смотрите. Когда вы боитесь чего-то, ваш страх обычно направлен на какой-то конкретный внешний объект или ситуацию. То, чего вы боитесь, как правило, можно отнести к категории возможного и вещественного. У вас может быть страх того, что вы не уложитесь в срок, не сдадите экзамен, не сможете оплатить счета или вас отвергнет значимый человек. С другой стороны, в состоянии тревоги часто вы не можете определить, что именно вас тревожит. Фокус тревоги является скорее внутренним, чем внешним. Очевидна эта реакция на какую-то неопределенную, отдаленную или даже до конца неосознаваемую вами опасность. Это неосознанная вами опасность. Вас может тревожить возможность утраты контроля над своими импульсами или над какой-либо ситуацией. Или же вы можете испытывать смутную тревогу по поводу того, что может произойти что-то плохое. Вы чувствуете тревогу всем своим существом. Это физиологические, поведенческие и психологические реакции одновременно. На физиологическом уровне тревога может включать телесные реакции, такие как учащенное сердцебиение, мышечное напряжение, тошнота, сухость во рту, потливость. И если все это продолжается долгое время, годы, то могут проявиться различные заболевания. На поведенческом уровне это может выражаться в неспособности действовать, как-то проявить себя или справиться с той или иной ситуацией. А вот психологическая тревога – это ваши отрицательные, окрашенные эмоции, выражающие субъективное ощущение неопределенности, ожидание каких-то плохих, негативных, отрицательных событий, предчувствия, которые трудно передать словами. И в самых крайних формах человек может ощущать полную оторванность от себя, бояться смерти или сойти с ума. То обстоятельство, что тревога воздействует на человека в этих трех сферах, на физиологическом, поведенческом и психологическом уровнях, имеет очень важное значение для вашего последующего лечения и выздоровления. Полный курс восстановления здоровья после тревожного расстройства включает в себя интервенции, то есть воздействие на всех трех уровнях. Для снижения физиологической реактивности. Второе. Устранение избегающего поведения. И третье. Это изменение субъективных интерпретаций по-другому внутренних диалогов, которые закрепляют это состояние предчувствия и беспокойства. Итак, тревога может возникать в самых разных формах, с разной степенью тяжести. Степень выраженности тревоги может варьироваться от неожиданно возникающего чувства беспокойства до панических атак, которые сопровождаются учащенным сердцебиением, дезориентацией и смутным ощущением надвигающейся катастрофы. Тревога, не связанная с какой-то конкретной ситуацией и возникающая на пустом месте, называется беспредметной тревогой или в более серьезных случаях спонтанной панической атакой. Если вы испытывали их, напишите, пожалуйста, в комментариях. А вот разница между эпизодической беспредметной тревогой и спонтанной панической атакой можно определить потому, испытываете ли вы одновременно четыре или более исследующих симптомов, о которых я скажу. Наличие четырех и более симптомов указывает на паническую атаку. Это одышка, учащенное сердцебиение или нерегулярное сердцебиение вы ощущаете, тремор или дрожь, потливость, чувство удушья, тошнота или боли в животе, онемение, головокружение или потеря ориентации, чувство оторванности или утраты связи с самим собой или с самой собой, ощущение жара или озноб, страх смерти, страх сойти с ума и страх потерять контроль. Если ваша тревога возникает только как реакция на какую-то конкретную ситуацию, это называется ситуативной тревогой или фобической тревогой. Ситуативная тревога отличается от страха в обычной жизни своей нереалистичностью или тем, что она совершенно, абсолютно несоизмерима с происходящим. Если у вас возникает дурное предчувствие несоразмерной происходящему по поводу вождения, посещения врача или обсуждения каких-то вопросов с супругом, это можно обозначить как вашу ситуативную тревогу. Далее ситуативная тревога переходит в фобию, когда вы действительно начинаете избегать определенных ситуаций. Например, если вы вообще перестаете садиться за руль, ходить к врачу или обсуждать что-либо на работе с супругом, с друзьями. Другими словами, фобическая тревога – это ситуативная тревога, которая включает в себя постоянное избегание определенной ситуации. Часто для возникновения такого рода тревоги достаточно только подумать, просто подумать о какой-то ситуации. Когда вас тревожит то, что может произойти, когда вам придется столкнуться с одной из ваших фобий, вы испытываете то, что называется тревогой ожидания. В более мягкой форме тревога ожидания неотличима вообще никак от обычного беспокойства. Но иногда тревога ожидания становится довольно сильной, и тогда она превращается в тревогу панической атаки. И есть очень важное различие между спонтанной тревогой или паникой и тревогой ожидания или самой панической атакой. Смотрите, спонтанная тревога, как правило, возникает внезапно, очень быстро, достигает пика, а затем постепенно падает, спадает. Пик, как правило, достигается в течение пяти минут с последующим постепенным снижением в течение часа, нескольких часов, может чуть более. А вот с другой стороны, тревога ожидания, как правило, возникает постепенно, как реакция или как просто мысли в этой связи на определенную ситуацию. Мысли на определенную ситуацию, представляющую угрозу, а затем быстро этот пик идет на спад. Вы можете беспокоиться о чем-то в течение часа и более. Но как только вам удается найти что-то еще, что может занять ваши мысли, тревога сразу же вас отпускает. Уверен, что вы поняли природу тревоги и отличие тревоги от паники. А я вам говорю спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал, я буду очень рад. Будем развивать свою личность, свою осознанность, уходить от тревоги и болезней к здоровой и благополучной жизни. Я желаю вам счастья. И напоминаю, что я провожу онлайн-консультации по видеосвязи и очно в Минске, которые помогут вам справиться с паническим расстройством, с фобическими расстройствами, вырасти личностно и, наконец, прийти к спокойной жизни без лишнего беспокойства и тревог. Запишитесь на консультацию. До встречи.